Господа нашего Иисуса Христа, распятого, воскресшего и вновь грядущего. Бог царствует, и потому твердая вселенная не поколеблется. Сегодня у нас особенное служение. Сегодня служение причащения, соединения с телом и с кровью Господа. И поэтому пока еще подключаются люди, мы приветствуем каждого в эфире, подключаются люди в онлайне. Давайте устроим минуту поклонения во имя Иисуса. Пусть Бог будет прославлен. Давайте будем молиться, чтобы Экиров был наполнен славой Божьей. Я верю в силу согласия, где двое или трое собраны во имя Мое. Я среди вас, говорит Господь. Аллайлуйя. Я провозглашаю драгоценную власть в крови Иисуса Христа на этом эфире, на этом времени. Во имя Иисуса. Каждая нужда пусть сегодня будет восполнена по богатству Твоему Богу. Ты Бог богатой милостью. Ты Бог богатой благословением. Спасибо, ты, человека любил, милосердие. Останешься на себе. Слава тебя, поклоняйся. Слава тебя, поклоняйся. Слава тебя, поклоняйся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пусть приоритетом будет познание Тебя и просвещение Господня Пусть наши духовные глаза не будут больше открыты, чем физически может Я прошу, Дух Святой, наполняй сегодня каждого Помоги нам пережить Тебя, ощутить Тебя, быть открытыми к учению Благодарим Тебя, ощутить Тебя, Великий Отец Вся слава она у Тебя Славим, славим, славим Тебя Халлилюя, Господь! О, Халлилюя, Господь! Поглоняемся Тебе, Великий и чудный! Благословляем Твое Святое Имя, Отец! Халлилюя, Просвети, Рочи, сердце нашего Божьего Чтобы мы видели, чтобы мы слышали то, что недоступно, то, что еще сокрыто для нас Переведи нас на новый уровень, Господь, общения с Тобой, понимания Тебя, познания Тебя, Божьего Благодарим Тебя, Иисусе, славим Тебя Великий и чудный, Великий и чудный, Великий и чудный Преклоняемся, славим, Халлилюя О, Иисусе, Ты Великий, Ты Великий И также, Отец, я молюсь сейчас за те семьи, которые пострадали от коронавируса или страдают именем Иисуса Христа и Силу и Святого Духа Я высвобождаю Твою силу, сверхъестественную силу и власть Ты сказал, и помолитесь, и взыщите меня, и найдете меня, если будете искать всем сердцем Всем, кто пережили эту страшную эпидемию, переживают эту страшную эпидемию, я прошу, чтобы иммунитет веры поднялся Огонь Божий разгорелся в духе и в сердцах тела людей, чтобы пришло полное исцеление Ты сказал, духом пламенейте во имя Иисуса, мы любим Тебя Мы поклоняем Тебя, я молюсь за Нью-Йорк, Господь, я молюсь за Лос-Анджелес Я молюсь, Господь, за Италию, я молюсь за Бельгию, Господь, за Испанию Я молюсь, Господь, за все земли, Господь, за все страны, Украину, Россию, Господь, Узбекистан Я молюсь, чтобы Огонь, Господь, сила Твоя и слава Твоя, Святой Дух, Господь, защитила народ Твой Во имя Иисуса Христа, мы любим Тебя, мы благодарим Тебя Я благодарю за то, что Ты не только слышишь эту молитву, но Ты реально отвечаешь, Господь Ты отвечающий Бог, Господь, Ты ответил на мою нужду, Господь Когда у меня болели ноги, Господь, я получил через онлайн служение исцеления И точно так же с полной верою, я провоглашаю полное исцеление всем больным, всем зараженным Всем, которые в страхе, полное исцеление, полное освободение Во имя всемогущего Иисуса Христа, Аминь Аллилуйя, поклоняемся Тебе, поклоняемся Тебе, возвеличиваем Тебе Будь прославлен на всей земле, будь возвеличен и будь превознесен на всей земле Живой, верный истинный Бог наш, Отец, Сын и Дух Святой Аминь, 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 аминь Давайте дадим славу Богу, славу Аминь Сегодня мы в прямом эфире, и как всегда, по обыкновению нашему пастору Нина, Борис у нас, он за оборудованием находится Анастасия, ваш покорный слуга, все по писанию Я и думаю, мы будем служить Господу, аминь Аминь, 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 слава Богу И я передаю слово пастору Нину, у меня есть слово откровение, как всегда Поэтому будьте внимательны, потому что когда Господь говорит слово Он предлагает быть внимательным к слышанию Для чего? Потому что когда получит свое откровение, переживешь свое чудо, аминь Хал, Иллю, я приветствую вас, возлюбленные Очень рады, что вы сегодня с нами Приветствую, дорогая церковь Вроде мы не собираемся по воскресеньям, не собираемся по средам Но в духе мы одно, аминь И если церковь не проводит свои служения в церковном здании, это не значит, что церковь она разбежалась Мы все равно единое тело Христово. Мы также едины. Амэн. И когда мы едины, мы непобедимы. Халлилуйя. Давайте будем поддерживать связь друг с другом. Давайте не будем прерывать общение. Простого общения, когда мы просто можем пообщаться, набрать номер телефона или смс-ку послать. Просто спросить, как мы и что с нами. Потому что мы братья и сестры, мы едины. Амэн. Одно тело. Давайте не будем разделяться. Халлилуйя. И я сегодня хочу пойти в слово и сказать о важности нашего просвещения. Просвещения в Боге. Давайте откроем Псалом 12, и это будет 4 стих. Псалом 12, 4 стих. Присри, услышь меня, Господи, Боже мой. Просвети очи мои, да не усну я сном смертным. Вот такая молитва Давида. Потрясающий Псалом. И очень сильно мое внимание привлек стих. Просвети очи мои, да не усну я сном смертным. О каких очах здесь говорит Давид? Конечно же, он говорит о духовных очах, да. Потому что наши физические очи, они всегда открыты. Мы всегда видим то, что происходит вокруг нас. И наши физические глаза, они даже, наверное, слишком открыты. Слишком много в нас вот этого физического. Когда мы видим, что происходит, когда мы смотрим на ситуацию в мире, на болезни, на негативные новости, наши глаза открыты больше, чем достаточно. Но здесь Давид, он молится и просит Господа, чтобы Бог открыл его духовные глаза, чтобы он просветил его духовные глаза. Для чего? Чтобы, Давид говорит, я не умер, не уснул сном смертным. То есть, есть такое состояние христианства, да. Я его, наверное, назову теплым состоянием. Когда, ну, человеку, знаете, такой он вроде живой, вроде неживой в духе. Ты думаешь, что живой, но ты мертв. Думаешь, что ты жив, но ты мертв. Когда его духовные глаза, они закрыты, они спят. И человек таким просто смертным сном. Но ему кажется, что все нормально, знаете. Очень многие сейчас находятся в таком состоянии. Когда их физические глаза, они открыты больше, чем духовные глаза. И это очень важная молитва. Молитва того, чтобы Бог просветил наши очи. Нам сегодня всем нужно просвещение. Всем нужно, чтобы очи нашего сердца, они были открыты больше, услышите меня, больше на духовное, чем на физическое. Потому что в физическом мире, ох, как мы все замечаем. Мы замечаем каждую мелочь. Мы замечаем друг в друге какие-то недостатки. Мы очень быстро реагируем на физические какие-то проявления. Мы реагируем на взгляды людей, на их слова. Наши глаза, они прямо вездесучие и всемогущие, можно сказать, в физическом мире. Но вот так бы нам открыть свои глаза в духовном мире, чтобы не уснуть сном смертным. И вот это просвещение, просвещение, что такое просвещение? Это когда наши духовные глаза настолько открыты, что мы можем понимать Бога, мы можем видеть Его величие, мы можем видеть Его славу, мы можем слышать Его голос. Без того, чтобы наши глаза духовные были открыты, мы не можем видеть духовный мир, дорогие. Но нам сегодня необходимо видеть духовный мир. Нам сегодня необходимо понимать, что происходит в духовном мире. Сегодня у многих людей закрыты духовные глаза. Знаете, странно, когда люди много-много лет находятся в церкви, находятся в Боге, и до сих пор они не знают, в чем воля Божия для их жизни. Для меня это странно, это показатель того, что человек застрял на каком-то месте, остановился, но не в том понимании остановки, когда мы останавливаемся с Богом, а действительно он остановился в развитии, остановился в познании Бога, и он не знает, куда он идет, ни воли Божией не видит, ни мира нет в сердце. Сегодня это очень настораживает, и это еще больше как бы должно подхлестывать нас, когда мы не знаем воли Божией о нашей жизни, подхлестывать нас в присутствие Божия, идти в пост и молитву, просто оно должно влечь нас, мы должны возненавидеть вот это теплое состояние. И Бога написано, что его тошнит от этого теплого состояния, когда человек, он просто вот закрыт, да, для Божьего, когда духовные глаза закрыты, ты закрыт для Божьего. И естественно, ты не понимаешь ни воли Божию для тебя, ты не видишь, куда тебе идти, что тебе делать, куда тебе ехать, чем тебе заняться, ты не можешь это понять, только по одной причине, что твои духовные глаза, они закрыты. И знаете, у Ефесяна, апостол Павел, он молится такой молитвой, он тоже молится о просвещении, это первая глава Ефесяна, 17 стих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его. Послушайте, и просветил очи сердца вашего, опять говорится о просвещении, о просвещении, очи сердца, это духовные очи, это духовные глаза, это глаза, которые способны видеть, что происходит в духовном мире, понимать времена и сроки, в которые мы живем, даже видеть будущее. Вот мы говорим о пророках, у пророков, они духовные очи, они открыты, очень мощно наперед, да, и он говорит просветить очи сердца, чтобы вы познали, если очи сердца не будут просвещенными, не будут открытыми, то мы не познаем, не познаем, в чем состоит надежда призвания его, да, то есть в чем его призвание для тебя, для твоей жизни, какая воля Бога вообще для твоей жизни, какое богатство славного наследия, то есть какой Бог богатый. Когда духовные очи закрыты, мы не понимаем, какой Бог богатый. И физические очи, они всегда концентрируют нас на себе, знаете, у человека, она природа эгоистическая, она всегда сосредоточена на себе, человек не видит дальше своего носа, он не видит дальше, что происходит в духовном мире, он полностью сосредоточен на себе, на своих эмоциях, на своих чувствованиях, на своих переживаниях, и это настолько захватывает человека, что человек не может сделать вот эту остановку, о которой мы говорили. Ну, а где просвещаются очи сердца? Вот где просвещаются очи сердца? Они просвещаются в тайной комнате, в том месте, как я говорила на прошлом служении, когда мы останавливаемся, и останавливаемся не просто, остановка, еще раз хочу подчеркнуть, что это особое состояние нашего разума, это особое состояние, когда все наше внимание, оно сконцентрировано на нем, и я еще хочу подчеркнуть, остановка это место нашего покоя, знаете, чтобы остановиться, нужно успокоиться, правда, нужно успокоиться, я не хочу сказать, что это легко, потому что в моем хождении, как я начала это практиковать, когда я остаюсь, когда я остаюсь, останавливаюсь, поверьте, требует огромного времени и концентрации, и внимания, чтобы остановиться, и усилий, чтобы... Да, восстает абсолютно все, ты начинаешь молиться, но все твои мысли, они как, знаете, мои мысли, мои скакуны, они просто скачут в твоей голове, суета прошедшего дня, она скачет в твоей голове, что тебе надо сделать, что ты еще не доделал, одно, второе, третье, и просто твое внимание, оно рвется на части, только бы ты не сконцентрировался на Боге. И вот это место остановки я еще раз хочу, там подчеркнуть, где мы имеем просвещение, да, мы имеем просвещение именно там, где мы останавливаемся. Я хочу, чтобы мы открыли Исаию, 30-ю главу. Давайте откроем Исаию. Исаия, 30-я глава, это будет 15-й стих, это опять-таки об остановке. Ибо так говорит Господь Бог Святой, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. В тишине и уповании крепость ваша, но вы не хотели. И говорили, нет, мы на конях убежим. Вау, знаете, это такой стих просто вообще бомба для меня. Да, сам Бог говорит, что оставаясь на месте и в покое, то есть вот в этом месте остановки, наше состояние нашего разума, оно должно войти в состояние полной концентрации на Боге. Полное состояние покоя. И это не просто, дорогие. Как правило, мы думаем, что вот в тишине, да, в покое мы должны о чем-то говорить Богу. Говорить, говорить. Но это место покоя, я думаю, даже не для того, чтобы мы говорили Богу. Да, бывают моменты, когда просто молчишь. Когда ты просто молчишь и ты ищешь. Ты, да, все свое внимание, ты сосредотачиваешь на его величии, на том, какой он великий, на том, насколько он огромный, на том, насколько он любит тебя. И ты просто концентрируешь свое внимание на нем. И вот в тишине и в покое, он говорит, вы спаслись бы. От чего мы спаслись? Вообще вот... От всего. От всего, от всей этой суеты, от болезней, от недостатков. От страхов. От страхов. Наше спасение, оно именно в его присутствии. Потому что приходит Дух Откровения и просвещает. Аминь. И наши духовные глаза вот в таком моменте, когда мы просто, возлюбленные, начинаете это практиковать. Это не просто, я сразу скажу. Тебя просто раздирает, ты начинаешь тараторить, ты начинаешь говорить. При этом ты говоришь, я хочу слышать голос твой. Ну, ты не можешь слышать голос Божий, пока ты сам не замолчишь. Пока ты сам говоришь, ты слышишь только свой голос. Но когда ты умолкаешь, смотрите, в тишине, в покое крепость ваша. Что такое крепость? Крепость это сила. И мы говорим в первую очередь о духовных силах. О духовной силе, да? Потому что в его присутствии ты начинаешь слышать его голос. И твои духовные глаза, они начинают открываться. Ты начинаешь видеть, ты начинаешь слышать. И написано, что в этом и есть твоя крепость. И ты начинаешь познавать, ты начинаешь, Бог начинает открывать твои глаза. И ты начинаешь уже видеть то, что ты не видел раньше. Что ты можешь в нем. Что ты можешь в нем, да. Какая у тебя сила в нем. И ты просто вот погружаешься настолько в его присутствие. Ты даже говорить не хочешь. Ты просто созерцаешь. Ты просто останавливаешься. И ты просто практикуешь вот это время тишины, покоя. Когда вся твоя концентрация, это только на нем. Это то, что делал Иисус. То, что делал Иисус. Слова, которые говорю я вам, говорю только то, что услышал. То, что услышал. Он находил, он практиковал это. Да. Да. И это только может нам помочь. Вот эта остановка из состояния тишины и покоя. Мы можем затворить за собой дверь в комнату, да. Войди в тайную комнату. Но никогда не затворить двери разума своего. Нам сегодня нужно затворять двери разума. И просто практиковать и не пускать суету в наш разум. А мы... Да. Это точно так же, как двери нашего дома. Перед тем, что кто-то зашел, он вначале позвонит или постучит. И мы подходим к двери, и что мы говорим? Кто там. Кто там. Мы решаем кого-то пропустить, а кого-то не пустить в наш дом. Точно так же в духе мы определяем, какую мысль принять в свой дух. А какую отвергнуть. А тайди от него. Амин. Но смотрите здесь, что слово говорит. В тишине и уповании крепость ваша, да, то есть сила. Но люди, ну он говорит, вы не хотели. И говорили, нет, мы на конях убежим. Ну то есть, понимаете, все равно человек... Человек делает выбор. Наш выбор, он постоянен. Он каждый день. Это воюющее состояние плоти нашей и духа. Но сегодня, конечно, я думаю, что каждый примет решение делать такое решение в пользу Бога, чтобы наши духовные глаза, они были открыты на происходящее. Чтобы мы были спасены, защищены. И да, и крепкими. Актив кризисов. И крепкими. Амин. Сегодня вот такое слово. Ну как бы я верю, что это слово, которое вдохновит каждого. Амин. И возлюбленный. От нас очень много зависит. Бог сделал свою часть. Как я говорила, есть Божья часть. Но наша часть, это когда мы просто говорим Господь, ну я даже сам не могу. Ты влеки меня в свое присутствие и открывай мои глаза, мои духовные глаза. Сегодня намного важнее, чтобы наши духовные глаза, они были открыты на происходящее в духовном мире. Потому что наши физические глаза, они тумач видят. Правда. И вот именно это состояние тишины и покоя, оно будет высвобождать вот это духовное понимание, духовное прозрение. И просто моя молитва о том сейчас будет, чтобы наши глаза, Духа нашего, они были открыты. Чтобы мы понимали, в какое время мы живем. Где мы находимся. И может быть, в чем нам нужно покаяться. Потому что часто человек, он даже не видит, он не видит себя в свете Слова Божьего. А сегодня нам очень нужно это. Хауэллоуя. Давайте помолимся. Господь, я благодарю Тебя за Твою милость, Отец, за Твою любовь. Я благодарю Тебя за Духа Твоего Святого. Отец, и просто сейчас хочу молиться и просить прощение за людей, которые остановились, но не остановились, чтобы познать Тебя. А остановились именно в познании Тебя. Потому что есть разные остановки. Есть остановка, когда мы останавливаемся, чтобы познать Тебя. А есть остановка, когда мы останавливаемся, чтобы не познавать Тебя, а бежим и ходим своими путями. Господь, прости народ Твой. Прости все моменты, Господь, когда мы бежали. Когда наши мысли, они просто уносили нас в суету, в какой-то грех Божий. Прости за все моменты, где наши физические глаза, они слишком много замечали. Бог, и сегодня моя молитва, это как молитва апостола Павла, чтобы Ты просветил очи сердца нашего, чтобы мы остановились на путях наших, чтобы мы вошли в место покоя. И чтобы мы поняли, что такое просвещение, что такое открытые духовные глаза, чтобы наши духовные глаза, глаза нашего Духа, они во всей полноте были открыты для того, чтобы понимать, для того, чтобы принимать, для того, чтобы познавать. Чтобы все наше внимание было на Тебе, Иисус, чтобы Ты вел нас в глубину, Боже, глубже и глубже. Я сегодня молюсь также за людей, как Давид молился за себя. Просвети очи сердца нашего, духовные глаза наши. Подними нас, Господь, помоги нам смотреть. Не снизу вверх, а сверху вниз. Потому что Твое Слово говорит, что мы в Духе, мы уже посажены с Тобой на небесах. У нас уже есть власть на небесах, Боже. Мы уже можем смотреть сверху вниз, а не снизу вверх. Мы уже можем наши духовные глаза, Господь, практиковать и видеть, Боже, всю славу Твою. Слышать голос Твой, Отец. Да не усну я сном смертным, говорил Давид. Боже, упаси, уснут нам смертным сном. Сохрани нас, Боже, от этой крайности, Господь. От этой теплоты, Господь, от этого непонимания. От этого, Господь, просто стопора, такого ступора, когда мы как в ступоре, как замерзшие какие-то, Боже. Где наши сердца, они ожесточаются. Где мы смотрим только на физические, на видимые вещи. Помоги, драгоценный Дух Святой. Сегодня понимать нам, в какое время мы живем. Сегодня осознавать всю важность вхождение в покой, Господь. Спасибо Тебе, драгоценный Дух Святой. Я верю, что прямо сейчас кто-то молится, и он уже получает ответы, Господь. Я верю, что кто-то прямо сейчас, Господь, он просит прощения, он получает это прощение. Я верю, что кто-то сейчас вместе с нами говорит, просвети очи сердца моего, и он начинает видеть. Помоги нам, Боже, Дух Святой, практиковать вот эту остановку. И этот покой и мир, в котором наши глаза духовные, они открываются, мы начинаем слышать Твой голос. Мы начинаем очень бережно и внимательно относиться к Твоим словам. Благодарим Тебя, Боже, слава. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Давайте дадим славу Богу. Халилуя. Дух Божий, благодарю Тебя за Твое присутствие здесь, на этом месте. Пусть наши очи в Духе всегда будут открыты для Тебя. Уши Духа, Господь, всегда будут настроены на Тебя, Господь, чтобы слышать о Тебя. Для того, чтобы иметь жизнь и жизнь с избытком. Итак, возлюбленный, и все человечество приближается еще к одному удивительному празднику. Это Пасха Господня. И сегодня Пальмовое Воскресение. Весь мир справляет этот день въезда, торжественного въезда в Иерусалим Иисуса Христа. В России, так как нет пальм, это вербовое, да, Вербное Воскресение. Но суть одна. Весь мир ожидает Иисуса Христа. Знаете, в те времена люди ожидали Мессиев. Сегодня в наши времена мы ожидаем Господа Иисуса Христа, уже второе Его пришествие. И я не побоюсь сказать, что мы живем в последнее время. Вы знаете, вот это время, когда время карантина, когда больше высвободилось время на то, чтобы искать Бога, показывает, что то, что написано в Священном Писании, на твоих глазах начинает все буквально исполняться. 24 Матфея говорит о пришествии Иисуса Христа. Иисус говорит такие слова, что люди будут в ужасе находиться, ожидая бедствий, которые будут приходить на всю землю. Но претерпевший до конца спасется. Что означает претерпевший до конца? Человек, который не потеряет веру. Человек, который не потеряет вот это духовное видение, о чем говорит пастер Нина, он спасется. Он будет восхищен, он будет забран Богом со всей силой и славой Господа. Поэтому очень важно, просвещение, это одна из основных важных частей. Книга Откровения говорит, святой досвещается еще. Праведник дотворит правду еще. Грешник, ну что грешник, пусть грешит еще. Вот гряду скоро, говорит Господь, и возмездие мое, чтобы каждому воздать по делам его. Бог праведный, и он будет судить человека по его делам, по его поступкам. Поэтому, друзья, книга Откровения тоже хочу прочитать одно место. Буквально несколько воскресеньев назад я проповедовал о последнем времени, и вот Дух Божий тоже побуждает меня прочитать это место. Откровение, 6 глава, 8 стих. Вообще вся 6 глава говорит о бедствиях, о всадниках, которые являются о том периоде, который будет происходить во всем человечестве. И 6 глава, 8 стих написано. «И я убил мертвого бледного коня, его всадника звали смерть, и за ним следовал ад. Им была дана власть на четвертой частью земли, чтобы губить людей мечом». Послушайте внимательно. «Губить людей мечом, голодом, эпидемиями и дикими зверями». Знаете, вот эта эпидемия, коронавирус-19, знаете, это одно из ярких доказательств этого проявления. Потому что, знаете, раньше тоже были вирусы, но они как вспыхивали, человечество реагировало, и очень быстро расправляло с ним. Но сегодня, я знаю, этот коронавирус, он захватил весь мир, друзья. Я не говорю о страхе. Знаете, когда мы боимся Бога, у нас нет демонического страха. Когда мы боимся Бога, Божье присутствие в нашей жизни изгоняет всякий демонический страх. Я говорю о том, что пришло время, чтобы мы бодрствовали. Иисус говорил ученикам, и сегодня я говорю каждому человеку, что говорю вам, говорю всем, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, когда Сын Божий придет. Знаете, когда я слышал впервые эти слова 30 лет назад, я думал, да когда это еще будет? Ну, послушайте, сегодня я живу в это время, и книга Откровения, она практически начинает исполняться. Это то же самое, как Иисус пришел в синагогу, прочитал пророка Исаия, Дух Господень на мне, и глаза всех были устремлены на Него. Он говорит, что вы смотрите на меня? Ныне исполнилось священное Писание, которое было написано. Амин. Бодрствуйте, это состояние Духа. Состояние Духа и состояние Ума. Это когда глаза наши духовные открыты. Это бодрствование. Да. И мой месседж на сегодня, сейчас сегодня мы будем принимать вечерю Господнюю, мой месседж на сегодня, осоединяющийся с Господом. Знаете, есть выбор у человека. Ты можешь соединяться с суетой, ты можешь соединяться с проблемами, ты можешь соединяться с страхами, ты можешь кто-то с блудниками может, с блудницами соединяться. Но Библия говорит, послание Коринфянам, первая глава, послание Коринфянам, послание Коринфянам, шестая глава, семнадцатый стих говорит, Какой Коринфянам? Первая Коринфянам, шесть семнадцать. А соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. Именно в это самое время у тебя есть привилегия соединиться с Богом. Знаете, Бог Дух, мы неоднократно говорили об этом, и поклоняющийся могут соединяться с Ним в Духе и в истине, ибо таковых поклонников ищет Бог. Я не хочу повторять откровения, вы можете пересмотреть эфиры трехдневного поста, которые мы вещали в онлайне, но, друзья, центральная мысль, Бог хочет, чтобы именно в эти кризисные, трудные времена, непростые, нелегкие, мы научились соединяться с Богом. Знаете, соединение с Богом – это величайшая сила для человека. Знаете, если проблемы для тебя, как Голиафы, и тебе страшно от них, но когда ты соединяешься с Богом, как Давид, Голиаф, он становится твоей добычей. Все проблемы, когда ты соединяешься с Богом, становятся кузнечиками в Божьем присутствии. Израиль переходил из рабства Египта в обитованную землю на пути, они встретили море черное, да? И народ не знал, как соединяться с Богом. Конечно, они все пришли к пастору, к Моисею. Что нам делать? Куда ты нас привел? Послушайте, одну секундочку. Just a moment. Минуточку. Дайте мне соединиться с Богом. Моисей удалился на молитву Бога. С Богом когда? Именно в самый трудный момент. Именно в самый пик. Именно в самую страшную секунду своей жизни. Он принял решение соединиться с Богом. И Бог показал ему величайший исход через море. Аминь. Иисус Навин, когда сражался за Израиль, и когда видел, что Израиль побеждал в тот момент, когда Моисей стоял на горе, поднимая руки и молился, и видел, что переломное событие, оно, если не продлится, и Израиль не добьет врага в этот день, враг может перегруппироваться, и сражение может усилиться. И в тот момент Иисус Навин соединился с Богом Бери и сказал, стой, солнце над Гаваоном. Представьте. И вот когда ты соединяешься с Господом, о чем тебе я сегодня хочу сказать. Вся вселенная остановилась по слову Иисуса Навина. Солнце стояло до того момента, пока Израиль не победил последнего врага. Послушайте, именно об этом говорит апостол Павел. Я молюсь, чтобы Бог просветил очень сердце вашего, чтобы вы познали, как великое могущество Господа Бога с вами. В вас. Знаете, очень часто мы ждем помощи от пророков, очень часто мы ждем помощи от людей. Кто-нибудь, помогите. Ну, послушай, на самом деле помощь, она внутри тебя. Да, вот это хорошая мысль. А что мне нужно сделать? Тебе нужно просто соединиться. А чтобы соединиться, друзья, нужно от чего-то отключиться. Остановиться. Остановиться. Опять все об этом, да? Отключиться. Знаете, раньше в советское время были такие телевизоры с ручкой переключателя. И очень часто эти ручки ломались и приходилось плоскобуксами переключать. Вот переключись на Божий канал Откровения и выброси ручки, выброси плоскобукс. Чтобы уже никто не смог тебя переключить от этого канала. Потому что в этом канале все ответы для тебя, исцеление от рака, освобождение от страхов, исцеление от любых немощей и болезней. Бог говорит, трудности усилиться, но народ Божий, люди, чтущие своего Бога, они усилятся и действовать будут. Аллелуя. Что касается нашего момента, знаете, я верю и своего эксперимента знаю, когда я соединяюсь с Богом, теряется время, теряется пространство. Знаете, даже земной шаг, когда ты соединяешься с Богом, он становится теннисным мячиком. Знаете, это именно то, что практиковал Иисус, Он сказал, я и Отец одно. Одно. Он соединялся с Отцом и в духе объединения, Он мог говорить сотнику, иди на расстоянии, слуга твой здоров. Послушай, одно слово. Слуги там не было физически, но на расстоянии. Почему? Потому что Божья земля и все, что наполняет ее. Соединяясь с Богом, ты становишься одним с Ним Духом. Поэтому, друзья, мой месседж, мой посыл, именно в тех обстоятельствах, в которых ты сегодня находишься, ты можешь соединиться. Сегодня, как никогда, у нас величайшие привилегии, потому что у нас еще есть вечеря Господня. И если нужно принести ее сюда, мы сейчас будем молиться. И знаете, перед тем, как молиться за вечерю, я хочу, чтобы мы прочитали интересные слова апостола Павла. Халалюя, Господь, я благодарю Тебя за Твое присутствие, за Твою силу, за Твою власть, Господь. Благодарю Тебя за то, что Ты здесь, Господь, с нами. Хвала Тебя. Поклонение Тебе, величие Тебе, мой Бог. И я прошу, Господь, благослови на сегодня, раздели с нами это время. И Ты уже разделяешь с нами это время. Духом Твоим святым, будь сегодня прославлен. Уберите. Отец, Сын и Дух Святой. Амин. Я хочу прочитать слова апостола Павла. Интересный момент. Знаете, такое впечатление, как будто они 2000 лет назад уже практиковали онлайн-трансляцию. Я не шучу. Это место, оно описано в 1 Коринфянам, 5 глава 4. Вы будете удивлены. Точно так же, когда ты соединяешься с Богом, Бог, Он будет удивлять тебя. Твой плач может превратиться в смерть. Когда ты соединяешься с Богом, Библия говорит, на ночь могут быть слезы, но на утро, когда ты соединяешься с Богом, радость. Амин. Ожидание праведников, радость во всякое время. Почему? Потому что за нас, друзья, Тот, Который намного больше и сильнее всех, кто против нас. Амин. И посмотрите, интересные слова апостола. Хотя я и не присутствую с вами телесно. Это 1 Коринфянам, 5 глава 3, 4 стих. Хотя я и не присутствую с вами как? Телесно. Телесно. Но Духом я с вами. Амин. И я уже решил, как вы должны поступить с любым человеком. Когда соберетесь вместе во имя нашего Господа Иисуса, я буду Духом с вами. И с вами, с нами будет сила Господа нашего. Амин. Аллилуйя. Знаете, такое впечатление, как будто они онлайн уже практиковали 2000 лет назад. Он Духом с нами. О чем я хочу сказать? Когда мы проводим онлайн-трансляции, очень важно соединение сверху. Иисус сказал, молитва согласия, она очень важна. Где двое или где трое, там и я посреди вас. Я верю, мы уже предупреждали заранее, чтобы вы в своих домах приготовили вечерю. Приготовили и хлеб и вино. И поэтому, друзья, я хочу напомнить слова первой вечери, которая была совершена на Пасху, перед праздником Пасхи, Моисеем, устав, который дал Господь. Он сказал, возьмите Агнца и крови его помажьте косяки дверей. Чистый и непорочный должен быть Агнен. И сегодня у нас в чаше до молитвы это просто виноградный сок. Но после молитвы это уже не виноградный сок. Это кровь Агнца под названием Иисуса Христа, который чистый и непорочный. Аллилуйя. И также возьмите тело его и съешьте. Помните, на последней вечере Иисус говорит, это кровь моя, а это есть тело мое. Сие творите в мое воспоминание. И знаете, Моисей, очень интересно, не мог быть физически в каждом доме израильтян. И точно так же я, как пастор, не могу сегодня быть физически в каждом доме. Но в духе, соединяясь с Богом, мы можем быть в одном духе вместе. И мы уже вместе. Во имя Иисуса. Я верю. Иисус говорит, если соберетесь во имя мое, я среди вас буду. И поэтому, друзья, каждый делал это, практиковал в своих домах. Возьмите сейчас, протяните свои руки. Мы будем молиться за эту чашу, как кровь Господа Иисуса Христа. И прямо сейчас я буду благословлять в лице этой чаши, так же и вашу чашу. Отец именем Иисуса Христа и силу и Святого Духа. Я благодарю тебя за твою драгоценную кровь. Я благодарю тебя за то, что когда мы принимаем вечерю Господню с верой, нам бояться нечего. Губитель пройдет мимо. Проклятие пройдет мимо. Потому что ты не позволишь никакому проклятию войти в нашу жизнь во имя Иисуса Христа. Благослови и раздели эту чашу, как кровь Нового Завета, пролитую восставлением всех наших грехов. Божий, я прошу прости все наши грехи. Бог повелевает каждому человеку всюду и везде покаяться. Каяться надо не только неверующим, каяться нужно и верующим людям. Потому что Он назначил времена и сроки, когда Он будет в один день судить всю Вселенную. Но когда мы принимаем эту чашу с верой, Его кровь она прощает и она очищает от всех грехов наших, от всех болей и от всякого проклятия. Примите и разделите ее между собой, во имя Иисуса Христа. Примите и следите. Ох, последнюю привилегия. Ничего не оставляйте, Писание говорит. И так же Он взял хлеб с вечерей. Он благословил и сказал, примите и ешьте это мое тело. Отец Своим Иисуса Христа. Я прошу, благослови этот хлеб и раздели Господь с нами, как тело Иисуса Христа. Помоги нам соединяться в этом служении в Твое Вселенское тело, в Твое Иглесия, Вселенскую Церковь. Я прошу Тебя, особенно в это время, пальмового и верного воскресенья, Господь, помоги нам приготовить путь для Тебя. Церковь готовит путь, и когда мы делаем прямыми дороги для Тебя, выравниваем, Господь, наши отношения с Тобой, тогда каждый человек увидит спасение Господне во имя Иисуса. Это есть тело Господа. Возьмите свою часть и ешьте. Оно было ламино для каждого из нас. Оно было ламино для каждого из нас. Дух Святой, я благодарю Тебя за то, что через это служение Духа я становлюсь с Тобой одной. 2020 год, год общения Святого Духа, я прошу, просвещая очи нашего сердца, общайся с нами, Святой Дух. Если кто-то находится в какой-то кризисной ситуации, покажи ему выход прямо сейчас. Кто-то немощен, я пророчитую Тебе и говорю, во Христе Ты силен. Больной пусть начинает говорить, веруя, я здоров. Бедный пусть начинает говорить, веруя, я богат. Бог силен обогатить нас. Он силен благословить всю нашу жизнь. Он тот, который сказал, служи мне, и я благословлю и хлеб Твой, и воду Твою, и отвращу от Тебя все болезни. Я благодарю Тебя за этот Дух единства. Помоги нам хранить, Господь, единение с Тобою каждый день. Помоги нам питаться Твоими откровениями, как хлебом насущным, каждый день. Чтобы у нас была сила избежать все искушения демонические. Все преодолевши устоять и победить. Всех больным я пророчествую благословляю. Полное исцеление прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Всем боящимся освобождения от траха через соединение с Богом во имя Иисуса Христа. Я и Отец одно сказал Христос. И дальше Он сказал, прибудьте во мне, так чтобы и слова мои ваши прибыли. В вас прибыли. Как я пребываю отце, так и вы во мне. То пребывает во мне и я в том, то Он будет приносить много плода. Даже в это трудное время. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Мы благословляем каждого человека именем Иисуса. Будьте благословенны. У нас сегодня есть объявление. Анастасия, она поможет нам как раз в этих объявлениях. Одну секундочку, извиняюсь. Так, хочу сказать, что наше действительное пожертвование, оно будет от Prepal или Zelle. То есть мы, к сожалению, только по электрону мы будем делать наше действительное пожертвование. Если вы хотите пожертвовать ваше действительное пожертвование, пожалуйста, оно на lightoflifeworldministry.gmail.com То есть это проспелется L-I-G-H L-L Я понимаю, но тут Инга... L-L Light of Life, L-L, World Ministry, W-M.org Да, и также, если вы хотите ваши чеки положить, так же, чтобы вы через Ингу это так же сделали, телефон номер 818-395-8941. Еще раз скажем. Да, это 818-395-8941. Также, хочу даже помолиться за Дестина, потому что Дестина это очень важная вещь в нашей жизни. Да. А когда мы Дестину укладываем в нашу жизнь, не только мы это делаем ради Бога, мы делаем это ради себя. Также я хочу помолиться за это, потому что Дестина это очень важный момент в нашей жизни. Господь, мы благодарим Тебя за все людей, которые будут пожертвовать Господь Дестины, Господь. Я молюсь я за всех людей, которые чем-то нуждаются, мой Бог мой. Пусть именно через эту Дестину, Господь, они увидят славу Божию Твою во имя Иисуса Христа. Мы молимся за всех людей, которые пожертвовали Дестины, которые делали пожертвование. Мы благословляем каждого человека, Господь, чтобы Господь приумножь всех Дестины, чтобы тот, кто вкладывал Господь, даже, может быть, если что-то вкладывал то, что имело все, больше не было, чтобы больше Ты, Господь, воздал им. По славу и богатому Твоему, Господь, мы благословляем каждого человека во имя Иисуса Христа, чтобы мы ни о чем не нуждались, чтобы мы все имели, Господь, в Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе за все, за этот эфир, за все, что Ты делаешь в нашей жизни. Будь прославен в нашей жизни, так и на неме, во имя Иисуса Христа. И также Твоя Десятина, она запрещает пожирающему пожирать у Тебя плоды земные. Я прямо сейчас запрещаю пожирающему у народа Божьего пожирать финансовые благословения. Все, что закрыто для финансового благословения, все двери. Я говорю, откройтесь для верных людей в Десятине. Во имя Иисуса Христа. Амин. Амин, хочу сказать, что если люди будут пожать чеки, чтобы вы сфоткали, вот я только пришла, чтобы вы сфоткали вперед и задний вашего чека и послали Инге на номер, который я вам сказала. Я могу еще раз сказать. Это 818-395-8941. Это Инга. Заключение наше служение нашего эфира. Хочу сделать пару объявлений. Первое, хочу напомнить, что молитвенное служение у нас будет онлайн в среду на нашей фейсбук-странице, где вы сейчас есть. Это LLWM Church. И на нашем веб-сайте, для тех, которые не знают, у нас есть великолепный веб-сайт, где вы можете все прочитать про наше служение. И вы можете также смотреть нас в LLWM.org. Это будет в 8 часов вечера. Еще хочу сказать второе объявление, что у нас состоится наконец-то женское служение. Это будет в эту пятницу. Всем женщин мы приглашаем на этот эфир. Это, кстати, будет на Zoom. То есть мы еще потом положим, как это можно, ссылку, куда можно подключаться. Но у нас будет великолепное онлайн-служение. По стране нам будет великолепное слово всем говорить, которое будет касаться множества женщин. А также хочу объявить, что в следующее воскресенье у нас будет Пасха. И это будет праздничное служение тут в эфире онлайн. То есть, опять-таки, присоединяйтесь к нам. Это будет великолепное время, где мы будем все вместе праздновать Пасху и Сурсан. А так, мы очень благодарны, что вы все с нами были в нашем эфире. Будьте благословенны. Сегодня Пасху с Андреем. Мы вам желаем самого лучшего, самого успешного воскресного дня и самого лучшего недели. Будьте благословенны. Будьте благословенны. Пока. Не забывайте Иисус Господь. Аминь. Аминь.